Нашли тело второго рыбака. На озере Балхаш два рыбака перевернулись на металлической лодке. Санитарная чистота города и вывоз мусора. Эти и другие вопросы обсудили на аппаратном совещании. Двое мужчин во время рыбной ловли перевернулись на металлической лодке в Ахтугайском районе в селе Тасарал на озере Балхаш. Инцидент произошел 16 августа в 9.30 утра. Местные рыбаки спасли и доставили на берег мужчину 2004 года рождения. По предварительным данным, когда он находился на лодке со своим родственником, она перевернулась. На поиски второго рыбака выехали спасатели ДЧС городов Приозерск и Балхаш. Сегодня, спустя четыре дня поисков при визуальном осмотре озера Тасарал, общими усилиями было обнаружено тело утонувшего второго рыбака 2000 года рождения. В поисках были задействованы 11 человек и 5 единиц техники, а также местные рыбаки. 16 августа в 13 часов 10 минут поступило сообщение о том, что в районе села Тасарал, озеро Балхаш, 20-25 километров от берега во время рыбной ловли, перевернулись на металлической лодке гражданин 2006 года рождения, встреча чего утонул, а также гражданин 2004 года рождения, который был спасен и доставлен на берег местными рыбаками. К месту выехали силы ДЧС, 6 спасателей, 1 единица техники, 2 полосредства и 1 беспилотный летающий аппарат. А также волонтеры из числа местных рыбаков в количестве 20 человек и 5 плавсредств. Спасатели очередной раз напоминают, что отправляясь на рыбалку, важно помнить о мерах безопасности, особенно если используется лодка или маломерное судно. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения. Службы ЧС настоятельно рекомендуют перед выходом на водоем тщательно проверять состояние лодки, убедиться не протекает ли она, исправны ли весла. Также рекомендуется иметь в лодке спасательный круг, пояс, ведро или другую емкость для откачивания воды. Выявлены замечания по санитарной очистке города, несвоевременный вывоз мусора. Эти и другие вопросы обсудили на очередном аппаратном совещании под председательством Акима города. С докладом выступил руководитель аппарата Акима Даниар Сирыков. По микрорайону Конрад за один день полностью была сделана очистка от негабаритного мусора. Теперь большой проблемой остается работа предприятия Балхаш Универсал. Из-за нехватки техники и отсутствия водителей создаются опоздания по графику вывоза и уборки мусора. Несмотря на это, мы оказываем помощь в вопросе техники. Во время проведенного в выходные дни обхода сотрудниками Акимата города были составлены акты в отношении предприятия Балхаш Универсал. Также было сделано замечание руководителям предприятий по 29 адресам микрорайона Конрад и станции Балхаш. На совещании отметили, что если предприятие сегодня же не выполнит работы по вывозу и уборке мусора, будет составлен еще один протокол, что приведет к расторжению договора. На совещании речь шла и о работах, проведенных по очистке мусора в микрорайоне Конрад. На это было задействовано две единицы техники. Также на прошлой неделе участковыми инспекторами совместно с представителями отдела земельных отношений и отдела предпринимательства были совершены рядовые мероприятия. В завершении совещания Аким Горда поручил руководителям отделов активно продолжать работу в рамках акций «Таза. Казахстан», а также ежедневно выходить на утренний рейд. Кабинету предмета «Начальная военная и технологическая подготовка школы имени Бауржанова Мушалы» было присвоено имя Ерика Шахметова. На торжественном собрании присутствовали председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Толиуза Дам Ахметов, сотрудники полиции, учителя школ и молодые солдаты. Ерик Шахметов родился в Балхаше. Впервые на службу в органы внутренних дел пришел в 1993 году. Начинал работать инспектором дорожной полиции в Саршагане. В 2002 году служил на рубежном посту. Принял участие в задержании двух преступников, которые совершили нападение на водителя акционерного общества «Арка», угнав автомобиль «Лэнд Крузер-100». Тогда Олег Шахметов получил серьезные травмы. С тяжелыми ранениями его доставили в военный госпиталь города Приозерск, но спасти жизнь так и не удалось. Сегодня его семья, супруга и сын живут в Караганде. Указом президента Республики Казахстан Ерику Шахметову присвоена медаль «Ерлига Ушин». Кроме того, ее имя было внесено в памятный мемориал здания Департамента внутренних дел. С 15 августа в городе стартовали комплексные учения по действию органов управления, аварийно-спасательных служб и населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени. Во второй завершающий день на базе школы номер 10 прошли тактико-специальные учения на тему развертывания сборного эвакуационного пункта и пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Балхарская ТЭЦ организовала на месте сборный эвакуационный пункт номер 4. Во время чрезвычайных ситуаций там будет произведен прием и регистрация граждан с дальнейшим эвакуированием. Положение на случай войны здесь будет организован сборный пункт. Для чего? Здесь будет организован прием граждан, учет, дальше в дальнейшем регистрация, формирование колонн для эвакуации пеших колонн, колонн для ЖД-перевозок, автомобильных колонн. Так и государственными органами, и своими автомобильными, то есть транспортом, будут организованы. То есть также и по учету домашних животных, и комната для приема детей, и медицинская помощь, все будет в этом пункте, все виды вот этих услуг, скажем так, виды помощи, все будут оказаны жителям города Балхаш, семьям и так далее. Сегодня мы отработали с городским населением, также приняли, оказали помощь, то есть у нас есть пункт медицинской помощи, комната для детей, то есть мы можем оказать и медицинскую помощь, и с детками поработать, с животными также у нас есть регистратор, который регистрирует животных, пропавших, домашних, которые тоже как бы можно эвакуировать любителям домочадцев. Ну, в принципе, отработали момент неплохо, зарекрессировали людей, объяснили, сформировали колонны, посадили в автобус, ну и приступили к эвакуации в безопасное место. Ну, надеемся, что на практике такого никогда не произойдет. Стоит отметить, что комплексные учения подразумевают проверку органов управления сил гражданской защиты, а также аварийно-спасательных служб при возникновении различных чрезвычайных ситуациях. В первый день учений были отработаны пять тактико-специальных учений, способы получения сигналов и их обработка. По переходу на военное время предусматривают такие вопросы, как разворачивание сборных эвакуационных пунктов. Сборные эвакуационные пункты разворачиваются для населения, для того, чтобы эвакуировать их из зоны заражения, для других чрезвычайных ситуаций, а также военного времени. В минувшие выходные в городе состоялся республиканский турнир Кубка Балхаша по всеселевому карате. Турнир проходил среди детей, юношей и девушек в возрасте от 4 до 15 лет и собрал более 150 участников из семей Алматы, Караганды и Астаны. Всего на соревнованиях выступали по 20 весовым категориям. Стоит отметить, что Кубок Балхаша проводится в городе уже второй раз при содействии городского акимата Федерации Всемирного Шотокан Карате До и фитнес-центра Вавилон. В СКФ Всемирный Шотокан Карате президент нас находится в Токе, Японии. У нас в СКФ 90 стран сотрудничает, среди них есть Казахстан, конечно, обязательно. Сейчас представительство Казахстана дали мне в Алмату. В Алмату мы открыли федерацию, маленький такой филиал, скажем так. И сейчас мы открыли в Балхаше уже года, скажем так, три. В прошлом году мы проводили здесь Кубок Балхаша. Первый раз к нам в прошлом году больше стран было. Узбекистан приехал, Бишкек приехал, Семи, Тарас, Чумкент. В этом году немножко чуть у нас меньше. В прошлом году представительство ВСКФ, Алмата и Балхаш съездили в чемпионат мира в Токио. Привезли, да, первое место, второе место привезли. Почти у нас, скажем так, больше десяти спортсменов съездили в Казахстан. Из них примерно восемь человек с наградами пришли. В начале соревнований спортсмена состязались дисциплине КТМ. Первыми стали юноши и девушки в возрасте 14-15 лет. А чемпионкой в спарринге среди девушек стала балхашская спортсменка Дарья Ли. На турнире она дебютировала в возрастной категории 14-15 лет. Юная спортсменка занимается каратэ уже 4 года. Является кандидатом мастера спорта. Чемпионкой чемпионата мира по каратэ в Токио. Я занимаюсь каратэ уже 4 года. Сегодня выступила в дисциплинах кота и кумите. Показала неплохой результат. Большое спасибо моему тренеру Дидар Булатовичу. И моим родителям, которые всегда в меня верят. И помогают мне во всех моих начинаниях. Поддерживают меня. Я очень рада такому результату. Спасибо. Самыми захватывающими стали спарринги детей возрастной категории 5-6 лет. Один из участников – балхашский спортсмен Азильхан Елюбай. Он выступал в весовой категории 20 килограмм. Является обладателем третьего разряда в каратэ. Я хочу каратэ. Вот. Год. Спасибо, что я на дедала. По итогу соревнований балхашские спортсмены завоевали первое место. В копилке наших земляков 14 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей. Второе место у спортсменов из Алматы. И третье место заняли представители Семея. Стоит отметить, что балхаш представляли 30 каратистов. В городе завершилась 17-я Спартакяда Арай-2024. Состязания проходили два дня. В них приняли участие порядка 600 любителей спорта из разных городов региона. Они соревновались в 12 дисциплинах. Напомним, что в спортивном состязании приняли участие представители городов Шахтинс, Сарань, Тимиртау, Балхаш и Караганда. В физкультурно-озоровительном комплексе Балхаша состоялась торжественная церемония закрытия мероприятия. Уровень соревнований растет с каждым годом. Команды из Караганды и Тимиртау показывают высокие результаты. Эти соревнования проходят в рамках Всемирных игр кочевников, которые будут проходить с 8 по 12 сентября. Приходите, приглашаем всех стать зрителями. В соревнованиях по Ассак-Ату победу одержали спортсмены из Сарани. В президентском многоборе победила сборная Караганды. В легкой атлетике карагандинцы вышли вперед, набрав большое количество очков. Впервые в этом году чемпионом по казах-кресу стал Балхаш. Также мужская сборная по волейболу и команда из Караганды поднялись на пятистал почета по Торус-Хумалаку, шашкам, шахматам, настольному теннису и пауэрлифтингу. В мини-футболе лучшей стала команда из Шахтинска. В командном зачете третье место получила сборная Темыртау. Балхашцы стали вторыми. Первое место завоевали спортсмены из Караганды. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Стоит отметить, что следующая летняя спартакиада «Арэ» пройдет в Саране.